Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелек. Подробная информация в описании. Тебе. Ты где? Я где-то в сарае посреди северных равнин. Так, кто-то своего петушка увидел, своего хорошенького, да? Не знаю, ты там это, ты в чат-то не переноси ваши взаимоотношения с твоим дядей. Налоса нет, налоса не буду больше. Дела неплохо, спасибо, что спросил. Шершли. Здравствуйте, здравствуйте. Расскажите, как у вас дела? Какие новости? Может, что-то... Клип? Клип замечательный. Клип в процессе. Я очень рад, что судьба даровала мне возможность заниматься творчеством, получать новые навыки, общаться с такими, как вы. Что с Хованом? Йор! Ребу ловится. Пусть ловится. У него клюет, у него клюет. Пусть ловит. Зачем волосы красил? Стремно же смотрится. Ну, это только в твоей системе ценностей. Это стремно. А я оперую обычно своей. Здравствуйте. Длительное затишье. Длительное затишье. И вот я решил выйти пообщаться с тобой. А ты мне тут про стремность какую-то. Ларин, что с тобой? Все нормально. Ларин, 30 лет. Да, клип называется «30 с половиной лет». Мне завтра 18. Поздравишь? Конечно, поздравлю. Вот завтра и поздравлю. А сегодня? Пошел нахуй. А еще тату будет? Конечно. Конечно, будет. Привет. Здравствуйте. Дмитрий, расскажи про свое самое тяжелое и страшное решение в жизни. Выйти сегодня в Инстаграм. Я думал, что моя медийная карьера завершилась совершенно. И я уже неделю пытаюсь выйти в Инстаграм-трансляцию, но как-то нет. Я не погиб на леднике, сука. Поздравляю. Поздравляю. Ларин, слушай. Вопрос. Ты вообще решил карьеру ютубера закончить? Ну, что в твоем понимании карьера ютубера? Это ежедневные ролики или точечные инфоповоды и творчество? Не знаю, у меня нет ответа на беспредметный вопрос. Извини. Хай, Ларин. Здравствуйте. Что с Ксюшей? Она в сарае. Ларин, у тебя лоб больше стал? Да, да. Потому что под действием местных трав, экстрактов растений, мои лобные доли увеличиваются. Нейрогенез запускает безумные процессы. И теперь мне тесно, тесно в моей голове. Вот стучу уже, уже прям чувствую, как тесновато. У меня это. Но гидроцефалы тоже имеют большой мозг, поэтому про размер и интеллект говорить мне напрасно. Как родители отреагировали на тату на лбу? Ну, я жив, как ты видишь. Сижу в сарае, все норм. Да, я вынужден жить в сарае теперь, потому что не всем понравилась тату. Как с ним? Да ничего, нормально все в целом. В целом работаем, занимаемся любимым делом. А ты как? Как у тебя? Вот ты напиши мне. Передай привет. Ну, привет. Мне не сложно. Так. Татука на руке. Да, да. Тоже временное. Тоже хной. Тоже сойдет через лет 20. Когда тело будет обугливаться в печи ленинградского крематория. Сойдет, сойдет. Ты почему с Джараховым снимался в шоу? А это запрещено? Гу, хепт, зоны, хо... Я не понимаю на вашем, извините. Но компренды. Донт, understand. Как убить мыши? Зачем? На постмалоуна похож. Нет. Постмалоун крупнее. Он шире. Он шире во всех смыслах. А ты спортом занимаешься. Да, я сегодня съездил до соседнего села. Купил пару летку, чтобы собаку выгуливать. Вот. Проехал 15 километров. Я думаю, что это очень даже физкультура. Вот. Когда видишь... Да скоро, скоро. Вот что торопишь? Вот что торопишь? Наспешишь. 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 Хейтеров насмешишь. А то похудел. Я стал жилистый. Если ты живешь в мире толстых людей, твой папа, отчим, мама, то я не тощий. Я не дрищ. По секрету скажу. Я уже на протяжении, наверное, 10 лет вешу 75 килограммов. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Именно. Сегодня уже суббота. Я сегодня, скорее всего, съезжу в соседнее село. И по старинке получу пиздюлей. Может быть, руку сломаю. Ностальгия, ностальгия, ностальгия. Хочу, хочу. Рост такой, 180. Когда новое видео? Следующее видео будет клип. Ты должен просто его дождаться. Ты должен верить, любить, созерцать, сопереживать, сочувствовать и так далее. И все это про меня. Зачем ты ту набил? Но однажды проснулся с мыслями. Надо тату набить. Надо набить. Вот надо и все. Вот ты набил. Ларин, как относишься к разоблачениям профессора Савельева? У всех боятся и минусы, свои плюсы. Савельев заигрывается часто. Как пятницу 13-го провел? Съел пару кошек. Любишь аниме-мультики? Да. Но мятзаки в основном смотрю. Что портит людей? Медные трубы. Слава. Деньги. Жадность. Почему ты брови не покрасил? Потому что у меня нет бровей. Там нечего красить. Там можно только татуаж сделать. Такой знаешь. Тату. Тату на месте, где брови должны быть. Когда домой поедешь. Я дома. Я дома. С природой сливаюсь. Лежу на песке. Хорошо мне здесь. Сейчас доделаю один проект. Ты уже знаешь какой. Я уже все карты вскрыл. И вернусь в Петербург. Смотрел так у Титанов? Нет. Как относишься к Кубрику? Замечательно. Обожаю этого парня. Какой твой любимый мультик Хаята? Тотара? Да, да. Вот так вот. Будет еще видос с сестрой. Надо в нее спросить. Потому что она не восторгит от моего прежнего творчества. Может быть и от будущего тоже будет не восторгит. Она очень сожалеет, что попала в мое видео с ней. В предыдущее. Поэтому. Ларин, можешь прокомментировать выступление нашей сборной на чемпионате. Нет никакой нашей сборной. Это моей точно нет. Я не знаю. Ну что я могу сказать? Ну что я могу сказать? Молодцы. Молодцы. Но мы помним, что по регламенту чемпионатов мира команда, которая принимает гостей, да, она имеет некоторые привилегии. По распределению там корзин, команд и так далее. Ну, типа группа была самая простая, судя по всему. Ты можешь сам знать. Но, тем не менее, да, два матча довели до пенальти. Молодцы. Что означает твою тату? Оно что-то означает должно? То есть, есть какие-то правила? Не знаю. Если знаю, то не скажу. Что же ты так долго не появлялся, а решил взять перерыв? Да, да, перезагружаюсь. Это очень полезный, полезный момент. Скатился, скатился, ребят. Как относишься к пенсионной реформе? Да, мне уже пора думать об этом. Я считаю, что они охуели под шумок. Я, в общем-то, в некоторых смыслах рад, что сборная проиграла. Потому что если бы она дошла до полуфинала, то реформа еще бы какая-нибудь под шумок провернулась. А уж до финала-то, если бы дошли, то когда уехали бы гости, гости чемпионата интернета в России бы не было. Так, who are you? Who are you, мистер Ларин? Так, где Ксюша? Скажи советы, как продуктивно учащий английский. Ты только что видел мой скилл английского. Я не знаю даже трех слов. Я знаю только испанский. La cuenta par for. Слышал про то, что Соболев продался. Слышал про то. Слышал. Я, блять, об этом говорил на протяжении последних трех лет. Мне уже не цепляют эти разоблачающие ролики, которые... Вау, что правда? Афоня такой ролик сделал. Ай, как просто. Все очень просто. Соболев продажная шлюха. Так, no way. Thank you, мистер Ларин. Тату на лбу настоящее. Настоящее. Настоящее, братан. Франция или Хорватия? Франция или Хорватия? Ну, Хорваты все-таки, они как-то... Я больше склоняюсь к Хорватам, потому что они все-таки как-никак ближе к нам, к славянам. Ты дрочил, было дело. Ты обещал чат-рулетку. Вот она. Афоня, топ для тебя. Для меня нет топов. Для меня нет идолов и кумиров. Для меня нет авторитетов. Уж извини. Хейтил Клик Лак пришел на него. Я пришел. Я пришел поучаствовать. Почему нет? По-моему, было весело. Я, по крайней мере, получил искреннее удовольствие. Фалосов я там не щупал. К счастью или к сожалению. Весело прошло. Альдар, привет. Гоу социальный. Так, глядишь, шейфит будет. Так, глядишь, шейфит будет, да? Тут вообще все отпишутся. Наконец-то. Сколько можно? Два миллиона, это непозволительно. Я не заслужил. А, со скольки лет картавишь? С прошлого года. Ездил на самокате. Было дело, да. В основном на электросамокате. Джарахов морально был подавлен. Джарахов, в принципе, вменяемый оказался. Более вменяемый, чем я думал о нем. Так. Пожалуй, стоп, пожалуйста. Я, кстати, не видел. Вы что, уже ролик видели, что ли, который вышел со мной, да? Он в сети? Напишите мне кто-нибудь. Когда думаешь человеком становиться? Зачем? Зачем? Мой путь это сразу от примата к сверхчеловеку. Вот, понише этот человек, мостик к сверхчеловеку. А я сразу от примата до сверхчеловека. Так что я два класса перепрыгну. Перепрыгну, извини. Не хочу быть человеком. Не хочу быть энергией больше. Вообще, в принципе. Но из этого круга не вырваться. Извини. Даже если ты умрешь, сгоришь, все равно будешь энергией. Да. Нет, есть один способ, там, чисто умозрительный. Стать после смерти черной дырой. Ну и она что-то излучает, говорят. Ролик в сети, да? Да. О, замечательно. Замечательно. И как там? Как? Как там? Как там? Как там фидбэк? Давайте. Давайте фидбэк. Где вкусный фалафель? У меня, кстати, сестра тоже не ест. Ну тоже я отказался некоторое время назад от вегетарианства. Сестра у меня сейчас не ест мясо, молодец очень. Как ролик-то? Я еще не смотрел просто. А, так. Весело. Ну весело. Весело это неплохо. То есть ты примат? Да, ты тоже примат. Чего у тебя на лбу? Где? 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 А? Охуенный. Зачем ты забирал предметы? Ну потому что я очень жадный, в принципе. Шиперы ликуют. Шиперы всегда ликуют, это их работа. Читал Ганса Фаллада, каждый умирает в одиночку. Нет, но в моем туду листе он есть. Хеллоу. Здравствуй. Привет. Что думаешь от Тессиони? Очень жаль, что помер, но музыкант очень хороший был, очень качественный, профессиональный, очень быстро рос. Кто знает, кем он стал, если бы все так трагично и закончилось. Да он так новым стал, очень сильно повлиял на музыку в целом. Да-да, шиперство началось. То есть, сколько раз земля обернулась вокруг солнца с момента твоего рождения. Это очень простой вопрос. Ты знаешь, я попал на стрим Ларина. Респект. Когда розыгрыш компа? Вообще-то его разыграли, и уже даже курьер приехал и забрал его. Розыгрыш происходил не на моем канале, если для тебя это секрет. По ссылке в описании все было. Сколько сняли? Скальп сняли? Да, сняли. Блядь. Над чем сейчас работаешь? Над музыкой. Альбом хочу сделать. Да, я знаю, что еще схватился за голову, за свое. И такой, что, блядь, какой альбом? Прозираю тебя, мразь. Взаимно. Пидор, взаимно. Здравствуйте. Взаимно. Здравствуйте. Есть мысль о следующем тату. Проснусь однажды, подумаю, блин, нужно спираль сделать. Сделаю спираль. Только нету. Не вагинальный, знаете, спирали всякие. Просто спираль. Здравствуйте. Пиздопроебина. Ох, где твоя мать находится, а? Посмотрела бы сейчас, что ты пишешь. Терновый венок. Тату. Да, именно так. Что значит? Так. Так, значит, все люди, которых ты хейтил, в итоге окажутся норм пацанами? Нет. Почему? Грехи прошлого, а не грехи прошлого. Прошлого остаются. Я в целом порицаю аморальное творчество. Но люди все-таки это люди. Ты волосы перекрасил. Нет, такие всегда были. Ты просто забыл. Это эффект Манделлы. Эффект Манделлы. Если ты не знаешь, что это такое, загугли прямо сейчас. Эффект Манделлы. Нельсон Манделла. Ну, к примеру. К примеру, воспоминания людей, мол, подменены. Вернее, мы помним то, чего не было. Ну, скажем. Там такие простые примеры по поводу. Логотипа Вольтсваген. Фразы. Из популярных мультфильмов. Фильмов. Не то, чтобы я в это верил. Просто забавно. Что тысячи людей ведутся на это. Как тебе на клик-клаке? Да я не был непосредственно на клик-клаке. Я был в процессе видеопроизводства команды. Это был на Витфесте. То есть, там не было как такового павильона, студии, их. Когда Версус. Версус через неделю. Так. Даун сексом занимаешься. Нет. Нет. Зачем? Зачем? Как бы быть? Хотел бы быть бабой. Нет. Я каждый день просыпаюсь с мыслями. Боже мой. Как хорошо, что я мужчина. Этот мир, построенный мужчинами. Для мужчин. Женщины только пытаются в нем жить. Чувствуются равноправными. Но у них, конечно же, ничего не получится. Чего за рост так? Почему ты решил пойти на проект клик-клака? Было уже. А я бы хотел быть... А я бы хотел быть парнем. Респект. Респект. Правильный выбор. Но, увы. Хромосомный набор твоего папы решил по-другому. Да-да, женщины на это не влияют. Выбор пола исключительно мужская работа. Простите, женщина. Ха. Тригиарет. Женщина. Да, конечно. Позлить феминисток. Это моя любимая. Моя любимая работа. Тупые девки. Тупые девки, безусловно. А там Джонни Боя тебя упоминал в своем новом альбоме. Вот это честь. Боже мой. Джонни Боя в своем альбоме. Надо тоже в своем альбоме пинуть Джонни Боя. Так. Вот плюс парнем быть лучше. Конечно. Конечно лучше. Когда Фицельдаром. Сводим уже. Сводим мастерем. Эдлиб записываем. Все. Выходит сейчас. Че не был таким смелым на клик-клаке. В смысле я че должен был, блядь, переворачивать камеры, ломать штативы или че. В смысле. Че ты, блядь, какой ты тупой. Привет. На руке тоже тату что ли? Да, 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 да. Сердце с другой стороны. Да, можно сердце. Можно че-то другое. Почему у тебя нет детей? Почему не заводишь? Потому что я чайлдфри и нахуй детей. Я выбираю свободу. Извините. Как сейчас к Чарахову относишься? Нейтрально. Неплохой парень. Достаточно веселый. В общении. Ларинд ведь будешь на Витфесте в Москве? Нет. Какие у вас отношения с Эльдаром? Блядь. Еще не сожительствуем пока, что есть ты об этом. Сеганбери Келеди. Селибери. Это призыв какой-то? Сеганбергим Келеди. Типа, бери что-то. Береги. Так. О, оповещение от Яндекса. Бельгия, Англия. Матч за третье место. И естественно, я не буду это говно смотреть. Покажите тату на руке. Зачем? Будет батл с Соболем. Я так же знаю. Типа, от меня зависит. Если ты говоришь, если ты имеешь в виду мои подготовки и стремлюсь ли я к этому. Да нет, это не очень. У меня других дел хватает. Ты ленивых. Как борешься с ленью? Каждый день просыпаюсь и думаю, что говном останусь. Если не буду ничего менять. Ты идиот. Этот что? Цатурова. Дэвид Боу еще слушаешь? Конечно. Последний альбом неплохой. Блэк Стар. Там Тимати даже нет. Это круто. Гоу на дуге такой же ободок. Не, если на дуге и будет ободок, то он будет другой. Кто-то говорил нахуй татуировки. Да, да, я подписываюсь под каждым своим словом. Нахуй татуировки, чувак. Это не мешает мне их делать. Можешь подать на меня в суд. Пиши какие-то истории. Да, да, истории пишу. Мемуары уже все. Передай привет. Привет. Так. Как сармат? Сармат норм. Я не понимаю, правда, о чем ты? Как жиза? Жиза еще лучше. 4 единицы только что у глаз зрителя. Сейчас уже меньше. На 5. Это означает, что я и здесь скатываюсь. Что ж, ладно. Ничего нового. Глазо. Что к ним выписать будешь в процессе? Жара не заебал. Нет, нормально. Здесь на севере хорошая жара, она переносится легче. Заводи детей, а то помрешь одиноким старикашкой. Так это, в общем-то, и есть моя цель. Умереть одиноким старикашкой, чувак. Как ты не понимаешь? Это же так круто. Стакан воды я как-нибудь запасусь. Это когда я буду умирать, чтобы люди потом не говорили, что вот он умер. И стакан воды никто не смог подать. Знаете, я буду умирать в постели. Не, я, наверное, буду умирать где-нибудь. Где-нибудь в Азии, блядь. Я обставлю свою кровать или кресло всю, блядь, стаканами вокруг. У меня будет сотня стаканов. И каждый будет наполнен водой. Из разного источника. Чтобы, блядь, никто не смел даже заикнуться про этот ебаный стакан воды. И уж извините, я как-нибудь заработаю себе на водичку и ее доставку до своего организма. Нравится творчество Цоя. Раньше нравилось, теперь нет. Лес, горы, закат, кружка чая, дохлый петух Малевича. Охуенно. Смешно. Ты смешной? Иван Гай. Что Иван Гай? Смотришь новый? ФБ-4. Конечно, смотрю, потому что там земляк. Мы есть с Архангельска. Воби. Воби же его, да? Зовут. Расхуярил. Тут летая была на днях. Я очень был... Я очень был обрадован этому событию. Молодец. Молодец. Разве ты не хочешь, чтобы после тебя был Ларин Малевич? Конечно, не хочу. Я вообще не хочу, чтобы, блядь, хоть что-либо существовало после моей смерти. Ну, типа, а зачем? Меня это вообще волновать не будет никак. Привет, у тебя чувство одиночества есть? Нет, мне прекрасно одному. Мне очень хорошо в одиночестве. Прям заебись. Честное слово, чувак. Я не выдумываю. Почему ты пидор? Сложный вопрос. Может быть, не почему? Ты не в Питере? Нет, к сожалению. Хотя, почему к сожалению? Здесь нормально. С природой сливаюсь. Без агрессии, я уже говорил. Сколько тебе лет мне? Не знаю, 22 было недавно. Чё-то всё меняется быстро. Смотришь, игру престолов? Конечно, смотрю. Всё, я вам жду 19-го года. Как относишься к ЛГБТ? Я не отношусь. Мне, в общем-то, всё равно. Без агрессии, если бы ты истеб этом. Так, Андроник Бадаян говорит, что он у Иисуса. Ну что ж, твоя судьба такая. Когда вас повывернешь? Да скоро, скоро. Скоро, я думаю, через недельку. Тут есть некоторые творческие планы, которые надо завершить. Дарлинг, I love you. I love you too. I love you too, honey. Так, португальцы. Португальцы. Чё-то лагает. С Юликом в ладах. С Юликом не общаюсь уже, братан. Время упустить. Ой. Почему на майке нету надписи «мраз»? Потому что на майке, на майке надписи «Сибирь». Общаешься с клик-клаком. Непосредственно прямо с клик-клаком, с клик-клаком нет. Как здоровье. Замечательно, я здесь оздоравливаюсь. Ем овощи прямо с грядки. Хочешь, я тебе покажу мой приусадебный участок. Хочешь? Или не хочешь? Покажу потом. Не хочешь немного тусиби. А чё такое тусиби? А? Или тусяй тут написано? Или тусиди? Что это? Не время. Покажи. Ну, пожалуйста, Сибирь. Что на лбу? На лбу? Волосы. Ещё не лысею. И не седею, кстати. Это странно. Я должен был уже от всего этого говна сидеть начать. Я даже, можно сказать, жду, когда я начну сидеть. Кулити. Гоу. Так. Как дела? Да, отлично дела. Смотрю, у меня чё есть. У меня есть спасательный жилет. Я его, конечно, не надеваю. Ну, непосредственно сам, да? И вон, ой, я похож. Ха, я похож на это. На марке Макфлая. В этом жилете, да? Этот жилет надевают мои пассажиры. Я катаюсь их на лодке здесь с мотором. Да, у меня есть лодка с мотором. Пожалуйста. Зажиточный, крестьянный. Бензопила, штили, пожалуйста. Сапоги походные. Чё это ещё показать? Да много всего. Топор вот в стену кидаю. В свободное время. Ружья не дают мне, чтобы стрелять по стенам. Лесником заделался. Нет, 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 нет. Я всегда таким был, чувак. Всегда был лесником внутри. Блин, ты стал моложе, да? Воздух, одиночество. Свежая вода из природных источников. Любовь матери. Прекрасно. Чел, куда поедешь в ближайшее время? Не знаю, в Азию. В Азию хочу. Хочу в Азию. Вот сейчас закончу с клипом. И альбом буду писать в Азии. Не обломаюсь. Ну что альбом в Азии? Будет называться хентай. Так. Привет. Как-то новое видео. А то видосов не было. Да, да. Извини, извините. Извините меня все. Простите, пожалуйста. Вашего старого приятеля. Видосов нет. Видосов мало. Потому что блогинг скатился в хуйню. Отвратное. Говно. Просто продажное. Мразотство. Мне стыдно. Я как-то не хочу себя отождествлять больше с блогером. Можете отписаться. Я совершенно не буду обижаться. Я хочу другие вещи делать. Извините. Как считаете, нужно ли человеку во высшее образование? Большинство, да. Большинство людей, которые хотят, чтобы они были образованными, им нужно высшее образование. Абсолютное минимум, которое сможет самоконтролироваться и действовать в сторону развития. Таких немного. А как фриланс? Знаешь, дома работать сложно. Потому что у тебя, блядь, два шага до дивана, до телека, там, до... Блядь. Да до дома, в принципе. Ты дома сидишь. Тебе неохота работать. Надо себя стимулировать и как-то двигаться. Ваше ВВО, господин Лайн. Мое высшее образование не закончено, к сожалению. Я был химиком. Я был химиком и горажусь этим. Еще я космодром строил. Но это совсем другая история. Сколько тебе лет? Сколько я выгляжу? Вот серьезно, сколько я выгляжу, чувак? Что на лице? Истома. Я устал. Я сегодня очень много работал. Брат, скажи, хочешь идти? Я не хочу, брат. Тебе тату криво набил, что ли? Набили криво тату. И здесь криво. И здесь, и здесь криво. Санта Муэрта. Я иду. О, я заберу твою душу, пидор. Такие дела. На 35 выгляжу. Замечательно. Достойный возраст, я считаю, 35. На 26 тоже неплохо. На 15. Как это значит с Кавказцем? С завистью. Они в таких местах рождаются. Позже на Кавказе так хорошо. Ездил на Эльбрус, ездил в Грузию. Очень уж там красиво. А нет, как данность воспринимают с детства. Прикинь. Когда я видел про криптовалюту. Всему свое время. На 25, где клип? Клип у меня на ноуте. Ноут притормаживает. Спонсор задержки видеороликов на моем канале музыкального характера. Компания Apple. Сука, блядь. Хуй картавый. К сожалению, да. Кто такие талибы? Я не собираюсь сейчас в инстаграме, блядь, в трансляции рассказывать про организацию движения Талибан. Ее появление, зарождение и их спонсоров. Ты чё, блядь? Ку-ку, хуй, поехал. Как это значит с чеченцами? Ко всем я отношусь с благоговением. Ко всем нацам. Знаете, говорят, нет плохих нац, есть плохие люди в каждой. Я просто неуместно совершенно. С какой целью Татуна Билл скоро в Бога верю? А я уже верю в Бога. Мой Бог это Кришна. Маха Шиваратри. Ну и Шива еще мой Бог тоже, да. Я проходил ритуал Маха Шиваратри в Индии. Тот, кто знает, тот поймет. А ты можешь загуглить. Маха Шиваратри. Так. Привет. Здравствуй. Сука. Как это значит с алкоголью? Негативно. Ну то есть причины, чувак. Сам себе Татуатуку Билл, да? Да. Маленькие иголочки-то. Зеркало смотрел в одну сторону. На другой стороне у меня было АСМС с выводом на монитор. Так, сидел, набивал, все нормально. Можешь так же попробовать. Возьми иголку только потолще такую, блядь, чтобы точно пробилось. Маза Шиваратри. Почему Маза-то Шиваратри? Маха Шиваратри, чувак. А вы его аллергия. Тонко. Какую книгу сейчас читаешь? Слушай, мне свернуть надо что-то название прочитать. Но там... А, она... Короче, это супер-ноуч-поп. Она называется... Блядь. Краткая история всего на свете. Или как-то так. Типа такое. Легкое чтиво достаточно, но забавно. Больно на лбу бить. Нет, не больно. Больно лбом. Лбом обворота, чувак. Когда в футбол играешь. Или лбом оббудз твоего кореша. У меня как-то сотрясение было. Когда видео новое? Да скоро-скоро. Вот тебя, говорит, сплакет. Здравствуйте. Здравствуйте. Что сейчас в стране годно для подростков? Интернет. У нас, кстати, самый хороший интернет в России считается. Ну, типа, соотношение скорости, ширина канала. Это правда. Про Роскомнадзор молчим. Не говорим ничего пока. Окей? Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. КПСС против Соболева. Прекрасно. Если состоится, я буду удивлен. Привет. В Японии. Рад за тебя. Смайлики, смайлики, боже мой. Под рукой обычно и надобности тоже. Если ты хотел со своим сравнить, со своими измерениями, да, там, ежемесячными, то я тебе тут не помощник, извини. Это тату? Да, это тату, чувак. Ты куда свалил опять? Я делаю все, чтобы контент вас радовал. Тебе обосрать нужно, чтобы ты обратил на меня внимание. Да нет, ты должен быть интересным. Обсирать ты можешь корешей своих, блядь, в падике. Все, все уже не будет, как прежний, скажем так. Суицид в 2018 году по твоему плану уже не будет. Нет, нет, нет. Я достиг своей цели. В 2016, я на полтора года раньше достиг цели. Другое дело, что у меня новый рубеж. Новый рубеж, чувак. Четыре с половиной осталось. Что-то большое. Да, что-то большое. Я не понимаю иностранных граждан, пишущих не на английском, а не на русском. Любимый город Украины. Я не был в Украине, к сожалению. Очень хочу. Я хочу в Одессу. Бля, какую музыку слушаешь? Западную в основном. Блядь, в последнее время один рэп слушал. Всяких там фрешменов. Что-то совсем кукухой поехал. Я на старость лет и не знаю, что со мной. Наверное, надо. Шашлыки жарят. Здесь детей бьют. Ну, что привлекать внимание. Кризис среднего возраста. У меня уже не средний возраст. У меня уже ближе так к могилке, понимаешь? Кризис среднего возраста. Я миновал где-то 25, чувак. У меня чугунная задница. Я уже не рефлексирую вообще ни на что. Гон, флот, шариш. Ну, тип, выстрелил. Да, чувак. Респект. Респект. У него есть неплохие песни. Мне в частности Boys Don't Cry понравился. Долго на тату решался. Нет. Где-то полдня ходил. Пинал кошку. Рисовал себе наброски, как это будет выглядеть. Вот все. Когда я лежал, я уже знал, что все будет норма. Я поеду домой обмазанным. Обмазанный. Бипантен плюсом. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Взгляды меняют слишком часто у тебя. Иногда даже по несколько раз на дню. Пиздишь, пидор. Какой же тупой. Меня вот такие люди бесят всегда. Гоплоты на тебя нету. Да нет. Почему? Сегодня, например, видел гопников в соседнем селе. Как-то все нормально обошлось. Я на велике сетку качу. Еду. Они стоят, пьет, пьет. Почему нету-то? У нас, блядь, в стране среди молодежи, знаешь, как гопников. Вот ты гопник, например. Друзья твои все гопники. Да. Ларин или Дмитрий Нил. Доллар. Доллар. Так. Так. Кто твоя папочка? Ночная бабочка. Это твой рэп? Это твой рэп? Да, сейчас неплохо. Неплохо, конечно. Кто твоя папочка? Ночная бабочка. Где Ксения? Где ты здесь? Какой ты взрослый стал, Дим? И бабушка так же сказала, когда татуху увидела. Здравствуй. Погода не взрослейте. Не взрослейте эта ловушка, как декламирует. Декламирует канал 2х2, который я здесь сильно смотрю. Может, нечего совсем смотреть. Покажи природу. Вы лучше потом на моторе поеду. Ладно. По устью северной двины и буду тебе показывать. Где коровы пасутся. Где я раньше водку пил. Почему у тебя ник злой, если Ларин против больше нет? Потому что злой однажды, злой навсегда. Злость может... Злость умеет ждать, чувак. Потому что злость упивает. Люблятскую злость. Да. Ты можешь казаться добрым, но скрытая агрессия в тебе однажды выпуснется. И ты опять сорвешься. Опять на кого-нибудь наорешь. Ну, за дело, естественно. Опять будешь хуесосить людей. Будешь... Будешь доволен, в принципе, с собой, но, блядь, последствия тебя разъебут. Татуировка и крашеные волосы. Это признак кризиса среднего возраста. Блядь, я даже не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. Ну да, наверное, как бы. Слушай, здесь девушка, нет? Там он посуебал. Как клик-клак. Нормально клик-клак, все хорошо у них. Тебе 45 будто. Да, мне 45 будто. Охуенный волос, спасибо. Мразь, ты гниль. Гниль, ты мразь. Кмрн.ру, ты лох. Постлорон, хех. Являются ли татухи имиджевым ходом, чтобы повысить эмпатию. Вот здесь ошибка у тебя, эмпатию. Аудиторию, как ни странно, но тухи привлекают многих. Ну что ж, посмотрим. Я не с этой целью их бил. Как последний клип ПКСА. А я, кстати, не смотрел, чувак. Он... Или смотрел, блядь, не помню. Когда в дай леща? Да мне уже надавали слушать по щам. Так что... Меня все били. Я проиграл с счетом 10-0. Каждый представитель клик-клака подошел, дал мне леща. И, в принципе, так и закончилось все. А потом взял ствол и всех расстрелял, нахуй. Так и закончилось мой поход на дай леща. Дима, как справиться с депрессией? Хотел было сказать, а мне бы кто подсказал? Нет, на самом деле... Надо просто переключиться, чувак. Надо переключиться. Через силу что-то делать. У меня так было с Ютубом, мне помог. Спасибо, Ютуб, но на этом хватит. Как тебе новое татуи в НГ? О, кстати, неплохо, да. Неплохо, стильно. Никирновый венец, конечно. Но тоже ничего. Тебе 20, да? Мне 20. Дима, женщины же стопарят творческий процесс. Да и ритм жизни в целом. Нахуй тебе все это. Вот и я спрашиваю. Как тебе дела? Неплохо. Где девушка? Не знаю. Ты что бы с Ксенией... Прокрасился, блядь. 100% это кто-то снимает. Дюрел хуесос. Дюрел подснимает мои эфиры. Это правда. Возможно, можем предположить, предположить, какие заголовки выйдут. Типа, Ларин про тату, Ларин про сборную России по футболу, Ларин про хейтеров, Ларин про дюрел, Ларин про тату. Нет, спасибо. И даже не штраус. Какие сигареты куришь? Самокрутки предпочитаю. Ни за кого... А, чё? Здорово, здравствуй. Нгопи, Нгопи. Ларин про в майне. В майне? В майне? В майнкрафте? Ларин против шланга. Ларин против старости. Ларин против биологии. Ларин против здравого смысла. Ларин против галлюцинаций. Скучно расскажи какую-нибудь забавную историю. Подкинь тему. Подкинь тему, хотя бы вектор, потому что историй слишком много. Я бы тебе чё-нибудь рассказал, да не могу выбрать. Напиши дислиске. В смысле, дис на лиску или дислиске. Я не понимаю, если второе, то зачем у неё и так всё неплохо получается. А первое, так особенно зачем. Ларин против тату уткина. Ха, вот это, блядь, смешно. Вот это, блядь, каламбур. Сука, нехороший. Пойду мамке расскажу. Класс. Ларин против мамки. Я, нет, я не убегал от дома. Против инстинктов. Да, кстати, против инстинктов это правда. Я, 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 в принципе, против. Как волосы укладываешь? Просто, просто, просто причесываюсь, наверное. Тогда я из души выхожу. Все ведь так делают, да? Ларин про кризис среднего возраста. Вот тебе название. Ладно. Не, в принципе, прикольно, что, думаю, что у меня кризис среднего возраста. Потому что я абсолютно прав. Как к Соболеву относишься с любовью? Блядь. Чё за вопросом нахуя? Так. Не в этом доме записывал видос старый с подборкой книг. Ну, здесь, да, здесь. Но в том здании ты, к сожалению, его не видишь. Но, да, здесь. Твоя Катана. Где Катана? А, Катана из футки. Это Катану мне подарил пост Мулоун. Говорит, Ларин. Ларин. Вот у меня клип вышел. На Rockstar. Я говорю, да, видел пост. Он говорит, окей. Хочешь Катану? Я говорю, да. Он говорит, татуху набежь, как у меня. Я говорю, бля, мужик. Ненавижу блядские татухи. Меня же заклюют нахуй. Ты ролик вообще мой видел? Он говорит, да, видел, в том и прикол, потом и прошу. Я говорю, ну, зачем? Зачем тебе это? Ты же знаешь, что я люблю холодные оружия. Ты же знаешь, что я не смогу отказаться. Он говорит, ну, так что, блядь, Катана или татуха? Я говорю, ну, давай, Катана, хуй с тобой. Ну, вот так и набил. Такая история, братан. Ларин сделай против Наларина. Угу. Ты же напиздел татухи. Нахуя набил, блядь. Здорово, чел, почему кукухой поехал? Я откуда знаю. Братан, типа, быть флипанутым – это судьба. Флип не за горами. Флип не за горами. Помните это. Помните все. Потому что я не буду развивать эту тему. Потому что мне можно, в принципе. Фига изменился. Да, да. Сам не нарадуюсь. Шалом. Здравствуйте. Здравствуйте. Посоветуй фильм. А что я недавно смотрел? Я недавно смотрел, пересматривал, вернее, Облачный Атлас. Можешь глянуть. Гофилд слил пипом. Он звонил, предлагал деньги. Говорю, нет, чувак, не надо. Ты толстый, ты карлик. Не буду с тобой делать. И текстуете, а так себе. Такое чувство. Блять. Я сприл пипа, сказал, блять, провел пипа. Слил пампом, блять. Папа, лил памп, какой блиц, ты, боже мой. Не, лил пипа, безусловно. Классный был мужик. Когда новый трек в процессе? Он уже, он уже, он уже вот, он уже вот, 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 вот. Сейчас. Вот он. Вот он, вот здесь вот. Вот здесь вот. Вот, давай ты угадаешь, какой руке, и я тебе его дам сразу. Нет? Какой? Какой руке клип, чувак? В этой? Или в этой? Про что клип? Ты угадай. Ты сам сводишь, да. Сам мастерю, мастерю, свожу, автотюню. Да много, что сам делаю, в принципе, самодостаточно. В правой. Нет, клипа здесь нет. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он клип. Вот, видишь? Ну, все. Ты все понял. Какил Лилов знаешь, перечислить, блядь. Школьная игра. Школьная детская игра. Играем в Лилов. Лил пимп, лил памп, лил ту зи, лил узи верт. Не, я много знаю Лилов. Просто это, блядь, бессмысленно. Чувак, это как игра в города, только. Только не в города. Это левая. Дело в том, что правая, у меня зеркалится здесь в видео. Тебе может показаться, что у меня это левая рука, но это правая рука. Вот это левая, на самом деле. Ты можешь подумать, что это правая. У тебя ведь инверсия, да? Для тебя вот эта рука какая, правая или левая? А это? За Хорватию или Французом? За здравый смысл. Ненавижу, блядь, скин, футбол, сокер, мать его. Пока, пока, пока. Так мы имели в виду правую руку с твоей стороны. Че, блядь, с моей стороны? Я тут вот должен, как бы, правая рука у меня одна. Она не с моей стороны, не с твоей. Она, блядь, выросла из правого плеча, сука. Как бы, она рядом с правым полушарием. Чувак, какого хуя? Англия или Бельгия? Здравый смысл еще раз. Чей инстаграм? Оу, ахахахаха. Кашин. А че Кашин? Даня привет, если видит. ДК, охуеть ты че. А, че, Даня здесь, что ли? Чисто татухами флексить? Да. А еще я могу флексить годами. Потому что, как говорил мой кумир в Ахтанке Кобидзе, это мои года, мое богатство. Вот. Я флексю годами, и тут... Мне этого достаточно. Салют. Привет, Даня, привет. Все очень круто. Хорошо, что зашел. У нас тут весело. Дима, ты так левую открыл. Блядь, я открыл правую. Мне, наверное, виднее, где у меня правая рука, чувак. Соболев или КПСС. А почему я должен выбирать? Мне как бы... Я не знаю, систему измерения, исчисления, почему. О, Данон, салам, здравствуйте, здравствуйте. Вот чатик, чатик приожил, когда появился Даня Кашин. Приятно. А к хоккею как относишься? Ну, так как наш президент играет в хоккей, то хоккей я тоже не люблю. Салам, брат, салам, брат. А ДК, когда клип? ДК, когда клип вообще-то? Ты спрашивают вообще-то люди. Как бы ты зашел, да уж отвечай. Ларин лох. Прекрасно. Что я пропустила? Ну, мы тут вообще-то лекарство от рака изобрели. А ты уебываешься своими трусами. Какие трусы носишь? Ха-ха-ха, это панч. Где панч? Мы не умеем в панче. И в риф мы не умеем. Ты где? Я в сарае, братан. Ты что, на родину? Не, ну это уже не галлюцинация. Все, братцы, я вынужден заканчивать эфир, потому что люди с битами, с металлическими наконечниками идут в мою сторону. Все, давайте, 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 давайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...